Друзья, сегодня у нас 18 октября и потестировала несколько дней и хочу дать отзыв на этот крем и просто его выбросить, потому что пользоваться им невозможно. Это крем от Аравия, регенерирующий от трещин с маслом лаванды. Очень большой объем, я кстати обрадовалась, думаю, ну все, куплю, буду там несколько месяцев, пару-тройку месяцев пользоваться и не запариваться. Вот так вот выглядит этот крем, я честно говоря даже не могу его назвать кремом, я не очень разбираюсь в составах и не совсем могу понять из чего он состоит. Да, там есть масла в составе, но сам крем он такой какой-то жирный, липучий и он не впитывается. То есть это как будто бы у меня впечатление, что это растопленный какой-то животный жир, что ли, какая-то вот мазь, смотрите, вот это вот что происходит. И самое интересное, что этот продукт никак ноги не превращает в какие-то нежные пяточки, то есть этот продукт он просто лежит поверх ног. Если не одевать носочки, а просто вот ждать, когда это впитается, это не впитается. Если одеть носочки, то да, это впитается в носки. А так ноги будут скользить, будут скользить по полу, будете подскальзываться, ездить на них. Ну вот такое вот, видите, непонятно, что это такое вообще, что это за субстанция. Вот оно такое вот жирное, липковатое и не впитывается. Также оно не отмывается с ног, то есть я иду в душ, я мою, мою ноги. У меня все равно впечатление, что вот что-то на ногах есть. Вот этот вот продукт, он просто не вымывается. Также хочу сказать, что ноги с ним начали потеть. Для меня это вообще шок-контент, потому что у меня ноги не потеют. Я не знакома с таким явлением, как потные ноги. Серьезно, говорю как есть. То есть у меня просто мокрые носки. То есть получается этот крем, он как не дает ногам дышать, что ли, закупоривает там все. Просто он как обмазывает эти ноги, не левчит их, не как-то не реанимирует, не делает мягкими, а просто лежит сверху, при том, при всем, что под этим кремом пяточки сухие, отмывается невозможно, невозможно его отмыть, да, в душе с мылом, с гелем. Просто все равно чувствуется, что вот у ноги в этой субстанции. Я вот сейчас пойду и с крабом отодраю эти ноги. И потные, то, что потеет мокрые носки, для меня вообще шок-то невозможно. Так что первое знакомство с маркой Аравия у меня вот случилось негативное. Аромат, да, приятный, пахнет очень нежно, лавандочкой. Ну, видите, вот, вот. Что это? Я не знаю, что это. Прям такое жирное, как будто то ли вазелинное, то ли не знаю, что это. Я не знаю, честно. Но этим пользоваться невозможно, поэтому я... Отдавать мне некому, как я говорила. Пользоваться это такой продукт, но он просто вредит. Вредит, поэтому я им пользоваться не буду. Просто его сейчас выпрошу. Друзья, попробую снимать в видео в формате дневника пустых баночек. То есть по факту, как заканчиваться будет что-то. Так и буду вам показывать. Не помню, поздороваться успела, не успела. Если не успела, то всем привет. Значит, закончился лактоцит. Это гель для интимной гигиены, для мытья. Хорошее средство, удобный дозатор. Очищает, не вызывает дискомфорт. Мне все нравится, поэтому люблю лактоцит. Покупаю лактоцит разный. В принципе, отличнейшее средство. 19 октября у меня закончилось масло для душа от L'Occitane 250 мл. Что могу сказать, это какое-то волшебство. Обожаю этот продукт. Он очень хорошо подходит на холодное время года, на зиму. Прекрасно очищает тело. При этом очень нежно. Конечно, кожа не зудит, не чешется увлажненная. Конечно, я все равно использую на руки, на ноги какое-нибудь молочко для тела. Но, например, на спину, впереди тоже область груди, живот. Я ничего не наношу, никакое молочко. И поэтому кожа нежнее, конечно же, могу с уверенностью сказать, что мне хватает этого продукта. Увлажнение, питание, кожа нежная, приятная. Очищает прекрасно. Что уж говорить про этот невероятный аромат миндаля. Очень уникальный. Сам продукт жидкий, но при контакте с водой он как будто бы становится каким-то таким... Изначально, как даже руки тормозят, он как схватывается и становится очень густым. Потом превращается в такую нежную, еле-еле уловимую пеночку, что ли. В общем, прекрасный продукт. Обязательно повторю еще. Повторюсь, прекрасное очищение, волшебный аромат. Одно удовольствие было пользоваться данным маслом для душа. Ну, локситан миндаль – это вообще моя любимая серия. Всем, конечно же, советую. Так, хочу показать еще одну пустую баночку. Честно говоря, это та пустая баночка, которая, когда закончилась, я просто вздохнула с облегчением. Потому что это тот продукт, который вот на грани у меня стоял. То есть, чтобы его выбросить не было причин и пользоваться мне тоже им не хотелось. Значит, это бальзамчик для губ «Теологи» «Тиабальм». Он у меня идет с матчей прозрачный. Здесь очень большой объем – 4,8 грамма. Могу сразу сказать девочке, что этот бальзам не стоит своих денег. Его полная стоимость – то ли 1700. Тут что-то такое. По скидке я его брала 1000-1100. То он тоже не стоит. Честно говоря, вот цена ему, по моему мнению, по ощущениям, рублей 150. Потому что рублей за 300 можно уже купить классный бальзам от «Гурмандис». И он рядом с тем же «Гурмандис» вообще рядом не стоял. Могу сказать, что здесь, конечно, очень красивая. И даже не побоюсь этого слова, шикарная упаковка. То есть, посмотрите, это металл. И красивый такой металл. Допустим, если вы девочка, которая любит нюдовый макияж, либо вы вообще не красите губы, просто бальзамчиком пользуетесь, это будет красиво смотреться в сумочке. Это дорого. Но, кстати, здесь громовка очень большая – 4,8. Посмотрите, какой огромный стик я использовала. Мне хватило на 2 месяца ежедневного использования. Пользуюсь, конечно, только дома. Вот так вот он выглядел. Он абсолютно не имеет никакого цвета, не имеет никакого вкуса и не имеет никакого запаха. Честно говоря, как бальзам он нормальный, но он очень скучный. К нему абсолютно не тянулась рука. То есть на губах его и ощущаешь. И каких-то вот, знаете, приятных ощущений нет. Ну, вот вроде норм, но не хватает. Не хватает комфорта, не хватает какого-то приятного запаха, не хватает более легкой консистенции невесомой. Могу сказать, что мне вообще марка Теологи не понравилась. Вы видели, что я все расхламила. Единственное, я не расхламила этот бальзам для губ. Ну, потому что им можно, в принципе, пользоваться, за губами ухаживает. Но денег своих не стоит и покупать я тоже его больше не буду. И вам, честно говоря, абсолютно его не советую. Потому что цена люксовая, но на люксовое качество он не тянет. Разве что только своей красивой упаковочкой. Наверное, девочки, я смонтирую это видео и выложу как есть. Сколько там у меня было пустых баночек, столько и выложу. Потому что собирать, наверное, все-таки какое-то время, там, давать себе срок, там, две недели собираешь, месяц. Но это не по мне. То есть я буду собирать до комфортного количества. Потом монтировать и выкладывать. Скорее всего, так буду делать. Надеюсь, вам будет это интересно. Все будет по свежим следам. Слезам. Слезам, если продукт плохой. Как-то так. Тем более, особенно мне хочется от всего избавиться, когда я жду новый заказ, новую косметику. Мне хочется, знаете, все в видео смонтировать, все выложить, все старье выкинуть и ждать вот прям новенькое все свое. Все, буду с вами прощаться. С вами была Леся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok